В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. На прививку становись. В Заполярье продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Спутник В начали поставлять села. Поменяйте обратно. Жители дома по улице Швецова 3 недовольны своей управляющей компанией. Что не устраивает граждан, и как быть в такой ситуации? Завел собаку неся ответственность. Проблема питомцев, которые гуляют сами по себе, остается актуальной и по сей день. В нашем эфире расскажем о службе отлова бродячих животных. И в начале выпуска информация об эпид-обстановке в регионе. За прошедшие сутки зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. 10 пациентов выздоровели. Один человек скончался от COVID-19. Таким образом, за последнюю неделю от коронавирусной инфекции умерло 2 человека. Пациентка в возрасте 74 лет имела проблемы с лишним весом и тяжелые сопутствующие патологические заболевания сердца. Несмотря на интенсивную терапию, которую подобрали индивидуально, женщину, находившуюся на лечении в Ненецкой окружной больнице с 14 января, спасти не удалось. По последним данным, в общей сложности диагноз COVID-19 подтвержден у 52 пациентов, включая 4 бессимптомных носителей. Из них 41 человек находится на амбулаторном лечении, а 11 – в стационарном. С начала пандемии в округе было проведено почти 20 тысяч ПЦР-тестов. На учете в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу состоят 426 человек. 10 553 человека сняты с контроля. В Ненецком округе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку от ковида уже получили более тысячи жителей Заполярья. Началась поставка препарата «Гомковид-Вак» в отдаленный населенный пункт региона. Одним из первых привились жители села Ома. В процедурном кабинете Омской амбулатории в самом разгаре массовая вакцинация сельских жителей. Медики признаются, такого ажиотажа не ожидали. У нас в администрации по объявлению люди так, все там записались, все потом уточнялось, потом к нам пришли. Все получили документы, которые нужно оформить, согласие, там все прочее. Люди все у нас активно, все пришли. Первая партия вакцины в Ому поступила в количестве 135 доз. Из-за особенностей хранения и использования препарата, он перевозится в замороженном виде, все 135 доз были поставлены за один день. Желающих привиться в Оме оказалось довольно много. Почему решили вакцинироваться? Чтобы не умереть в дальних регионах. Нас ведь никто не будет спасать. ИВЛов у нас нету, поэтому мы привьемся обязательно всем селом. Я тоже вакцинирую, что решу. У меня дети и рослинки, которые хотят вакцинироваться. Потому что нахожусь в зоне Риска, работаю в аэропорту, общаюсь с людьми, что, наверное, поэтому в первую очередь. Чтобы не заболеть. Все болеют, даже смертельные случаи. Нам, людям пожилого возраста, надо уже, как говорится, думать о том, пожить еще хочется. В первую очередь вакцинируют граждан из группы Риска, пожилых людей старше 60, работников медицинских и образовательных организаций, а также социального обслуживания. Перед тем, как поставить прививку, у каждого пациента осматривает врач. Каждый, кто поставил прививку от коронавирусной инфекции, остается в амбулатории еще около получаса. Таковы требования. Вакцинация гам-ковид-ваком состоит из двух этапов. Вторую дозу препарата привившиеся получат через 21 день. Как рассказала в интервью заведующая Омской амбулатории, сегодня эпид-обстановка по ковиду в селе стабильная. Наблюдается лишь небольшой подъем заболеваемости ОРВИ. В связи с этим Александра Маркова обратилась к главе региона с просьбой доставить в ОМУ противовирусный препарат. Знаете, вот у вас была такая гуманитарная помощь, трезиверин препарат. Это правда, да, была. Да, и знаете, что и он себя... Противовирусная. Да, и вот сейчас у нас идет как раз вспышка такая небольшая ОРЗ, да, и вот этот препарат на взрослых людей себя показывает замечательно. Да, он нужен. В ходе диалога Юрий Бездудный заверил, что все необходимые препараты, а также тесты на антитела будут доставлены в ОМУ в ближайшее время. То, что вакцину здорово, наверное, привезли, потому что в НИСИ уже немножко так проблемки возникают и серьезные. А здесь ни одного человека больного нет, поэтому очередь большая, народу много выстроят для вот такой вакцинации. Поэтому я думаю, что очень нужное, важное. Также привиться от коронавируса смогли жители Тельвискин, Эльминоноса, Андиго, Оксина и Коткина. Напомню, записаться на прививку от коронавирусной инфекции можно через портал Госуслуг или в медицинском учреждении, за которым закреплен гражданин. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На стационарном посту эпидконтроля в районе Лаевожской дороги будут досматривать только большегрузный транспорт. Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя окружного департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Неницкого округа Елена Левина. Ранее жителями окружной столицы активно обсуждался вопрос, почему пост эпидконтроля нельзя поставить на зимник до Усинска. По мнению горожан, работа поста неэффективна, так как приезжающие из Республики Коми могут сказать, что прибыли из Красного. Поэтому департаментам было принято решение досматривать только большегрузы, которые приезжают из других регионов. Поменяйте обратно. Жители дома по улице Швецова 3 недовольны своей управляющей компанией. В соцсетях активно обсуждается новость. В январе инициативная группа из этого дома сменила управляющую компанию. Часть жителей работой новой управляйки недовольна. Что делать и можно ли поменять компанию снова, разбиралась Ольга Русол. Швецова 3. Большой многоквартирный дом. Его жители пожаловали в соцсетях. Дворы не убирают, в подъездах тоже грязно, вентиляция не работает. Инициативная группа жильцов этого дома переизбрала управляющую компанию на законных основаниях. Сейчас за чистоту дворов и подъездов отвечает организация НБИО. До этого уборкой на территории заведовала компания «Уют». Впрочем, местные соцсети пестрят гневными сообщениями от жильцов. «Как мы теперь живем? У меня в этом доме живут родители. В их квартире не работает вентиляция. Ванной воняет так, что туда страшно зайти. В ответ на мой первый звонок в диспетчерской УК ответили, что они работают по этому вопросу. Мол, соберем консилиум и вам отзвонимся. Это было в начале января. Надо ли говорить, что мне никто так и не перезвонил». К сожалению, лично встретиться с автором строк не удалось. Общаться на камеру женщина не захотела, поэтому наша съемочная группа решила убедиться на месте, как обстоят дела. «В подъездах убирают нормально, а вот снег что-то один раз, по-моему, они тут вывешивали объявления, и больше у них не видно, не слышно было насчет снега. Нет, двор нехорошо работает, и полы-то моют, а все остальное… Двор не очень хорошо убирает, да? Да, да, сам город. А вы знаете, кто у вас управляющая компания? А какая-то новая фирма, какая-то… Здесь все просто машины не убирают, когда предупреждают, из-за этого, может, снег не убран. Ну, просили первого числа машину убрать, но тут половина машин не убрана была, ну, с территории. Из-за этого, может, и территория не убрана, по-хорошему. Нормально вроде все, как всегда. Скажите, а вы знаете, кто у вас управляющая компания? Ну, насколько знаю, сейчас поменялось, не помню название точно. А та, которая была до этого, компания лучше убирала или нет? Ну, я разницы не заметил. Пока. Во всяком случае, на улице раньше-то хорошо убирали, да и сейчас, недавно вроде приезжали. Ну, пока непонятно, а внутри нормально все. Впрочем, если собственники жилья остаются недовольны качеством уборки и содержанием территории, которую обслуживает управляющая компания, то в соответствии с 44-й статьей жилищного кодекса инициативная группа может провести общее собрание и выбрать новую компанию для управления их домом. Для начала, значит, инициативная группа запросит в управляющие компании, которая на сегодня управляет дом, реестр всех собственников. На основании данного реестра это они подготовят повестку дня по выбору управляющей компании, составят ее. Ну и, соответственно, за 10 дней до даты проведения собрания инициативная группа, инициаторы собрания должны уведомить всех собственников о проведении такого собрания. Если в доме среди собственников есть юридические лица, торговые точки, отделение органов власти, то инициаторам смены управляющей компании необходимо уведомить их письменно. Мы же не выбираем управляющую компанию на 100 лет. В случае, если оказываемые услуги не удовлетворяют нашим требованиям и, естественно, нормам договора управления, то собственники, любой собственник вправе инициировать собрание по статье 44 жилищного кодекса, провести его, вынести вопросы на обсуждение. И, соответственно, если остальные собственники поддерживают данное решение, то все, составляем протокол, отправляем в госторожилный обзор. А пока управляющая компания не переизбрана, жильцы дома для устранения своей проблемы могут письменно обратиться к руководству НБИО. В случае, если руководству МУКА так и не будет предпринято действие по устранению проблемы, то в Государственную инспекцию строительного и жилищного надзора. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Более 500 школьников в Заполярье прошли итоговое собеседование по русскому языку. Такая форма экзамена проводится в России уже третий год подряд. Успешное прохождение испытания – одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Итоговое собеседование по русскому языку – это проверка навыков устной речи. Участники итогового собеседования традиционно выполнили четыре задания, которые включают чтение текста вслух, подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором – собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья продолжительность выполнения может быть увеличена на 30 минут. Результаты итогового собеседования по русскому языку станут известны в течение пяти календарных дней после прохождения. Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет» или «незачет». Для выпускников, получивших «незачет» либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования – 10 марта и 17 мая 2021 года. Собака, гуляющая сама по себе. Казалось бы, человек, который завел четвероногого друга, должен понимать, что животное требует внимания и ответственного отношения. Выгаливать питомца на поводке, а не отпускать на самовыгул. Но чаще всего собаки живут сами по себе. Александра Литкова продолжит тему. Эти четвероногие добровольно подошли к сотрудникам службы отлова собак и уже через пару минут должны были отправиться к сородичам в автомобиль для перевозки беспризорных животных, а затем в приют временного содержания. Вовремя подоспевший хозяин избавил своих питомцев от дальнего путешествия. Мужчина уверяет, что всегда держит собак на привязи. Он привязанный был, да, сейчас это отвязали, как будто ребят. У меня две собаки, одна-то ольняческая, вот эта-то охотничья собака. То есть вы сейчас вовремя подошли, ваших собак сейчас могли буквально увезти в город. Вам пришлось бы забирать их из приюта. В поисках своего любимца к сотрудникам отлова подошел еще один нерадивый хозяин. Цепь порвалась сегодня утром. Вот я с утра и хожу и ищу, не знаю, кого убежал. Собаки в машине не оказалось. Узнав, что в поселке работает отлов, красновцы начали подходить к машине и искать своих питомцев. При этом, видимо, не осознавая, что если собак забирают, то чаще всего именно по вине хозяев. А ведь этого можно избежать, будь животное на привязи. С такой целью мы сюда приезжаем по вашим заявкам, чтобы потом вы забирали с нашей машины собаку. Как мы только уезжаем, ваши собаки снова на улице. Пребывание животных в питомнике – удовольствие платное. В сутки – 380 рублей. При этом окружная служба по отлову собак регулярно получает в свой адрес обвинения в том, что держит собак в приюте, чтобы побольше заработать. Из-за хозяев собак, которые не держат своих питомцев на привязи и ходят с ними в магазины, школы или больницы, зайти в эти учреждения или просто погулять бывает проблематично. Они знаете, особенно когда вот эта гулянка-то у них начинается, так они кучами собираются. Одна бежит, налетает, и вторая сзади тебя хватает. Вот что могу я и сказать. Собака – это и есть собака. Это непредсказуемые. Конечно, жалко четвероногих животных. В такой мороз. На отлов собак на самовыгуле сотрудники станции по борьбе с болезнями животных выезжают почти каждый день. Собирают четверолапых беспризорников как по Нарьянмару, так и в окружных селах. Эта поездка в Красное уже вторая с начала года. Собак действительно много, их всегда много было в Красном. Это является одной из проблем нашего поселка. Алгоритм действий следующий. То есть гражданин может обратиться либо через администрацию, либо непосредственно сам в службу борьбы с болезнью животных, указать район, количество собак, допустим, и эта служба приезжает. Для сравнения, в небольшом селе Коткино собак на самовыгуле практически не встретишь. Все животные, которые имеются, они имеют хозяина, особенно собаки. И нет такого, чтобы они бегали беспризорно. Есть случаи, когда просто отвязалась собака, но сразу же стараются сообщить. Либо в администрацию звонят, либо участковому, чтобы найти хозяина, и он привязал. Периодически весной бывают такие случаи. Сейчас, на данный момент, такой проблемы у нас нет. На сегодняшний день в приюте временного содержания находятся 75 собак. 20 из них – щенки. С прошлого года пойманные на самовыгуле собаки могут жить в питомнике пожизненно. Но чаще всего хозяева забирают своих питомцев в течение первых нескольких дней. Забрать взрослую собаку или щенка из приюта может каждый желающий. Заводить пушистого друга или нет – дело каждого. Но если вы все-таки взяли собаку, то не забывайте, что с этого момента ответственность за нее несете только вы. Александр Литкова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Наринмаре открылась уникальная фото-выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Выставка – это часть одноименного проекта, инициированного главой государства Владимиром Путиным в год памяти и славы. Выставка «Бессрока давности» открылась сегодня в Наринмаре еще в 62 регионах нашей страны. Уникальная экспозиция архивных документов, посвященных памяти мирного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны, нацелена на молодежную аудиторию. Наши прадеды, то есть наши родственники, все воевали, были задействованы в этой войне. И нет той семьи, которая не понесла потери в этой войне. И если мы не знаем историю, то мы не знаем будущего, то есть без прошлого. Надо всегда помнить прошлое. Главное, чтобы помнили, чтобы молодое поколение не забывало об ужасах фашизма. Во многих семьях эти истории передаются из поколения в поколение. То, как она была медиком, она всем помогала. То, что даже когда были гранаты, кидали, она все равно помогала. Она работала, она уже, получается, маленькая была, она уже работала. У нее, получается, папа ушел на фронт, и она работала. Денег не было, получается, у них в семье. На выставке представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы. Проект был инициирован в 2018 году общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших защитников Отечества поискового движения России. И в ходе этого проекта, реализуемого по поручению президента России Владимира Владимировича Путина в год памяти и славы, были рассекречены и опубликованы архивные документы. Впервые в России была издана 23-томная серия сборников архивных документов. Проект реализуется по всей стране. Первоначальное открытие этой выставки происходило в Международный день памяти жертв нацизма 13 сентября 2020 года. Она проходила в 22 регионах, именно там, где были оккупированные территории в годы Великой Отечественной войны. Мы же все другие регионы открываем ее 8 февраля 2021 года. И эта дата тоже не случайна. 75 лет назад, 8 февраля 1946 года, была произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале. В общей сложности в рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7 тысяч архивных документов. Свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР. Я человек послевоенного времени, то есть отношусь к категории дети войны. И поэтому, еще учащаясь в школе, еще общаясь с теми, кто участвовал в войне, у нас было четкое представление, что действительно то, что произошло с 1941 по 1945 годы, это величайшая трагедия. В декабре 2020 года проект «Бессрока давности» призван лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен Национальной премии Победа. Сжигали в печах, травили газом, расстреливали людей. Мне обычайно важно, очень важно молодежи знать, что фашизм – это очень плохо. И то, что сегодня на Западе уже забыли это, вот те ужасы коричневой чумы, я считаю, что память в России должна оставаться навеки. Напомню, что выставка – это часть одноименного проекта, инициированного главой государства Владимиром Путиным в год памяти и славы. Экспозиция будет работать до 24 февраля. Ольга Руслова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова